Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Ранее Духовный фронт писал, что 28 апреля французский правый еженедельник Le Valo Actuel опубликовал открытые письмо группы из 20 генералов в отставке и более чем тысячи офицеров, где они предупредили президента республики Эммануэля Макрона о неотвратимом государственном перевороте и гражданской войне в стране. Указанное событие содержало немало признаков информационной спецоперации Кремля и российских спецслужб. Особенно если обратите внимание на тот факт, что ситуацию пытался разогнать в информационном пространстве фигурант миротворца, пророссийский пропагандист, православный агент Александр Бориславский, Вознесенский, Пасечник. Прошло не так много времени, как сценарий спецоперации повторился. Правда, на этот раз ее мишенью стали Соединенные Штаты Америки. Российский военкор Юрий Котенок обнародовал в своем телеграм-канале информацию о том, что группа генералов США в отставке выразили обеспокоенность психического состояния американского президента Джо Байдена. При этом он правил параллели с ситуацией во Франции. Сначала военные во Франции выступили с предостережением своего правительства о грядущей расовой войне. Теперь 120 военных США поставили под сомнение физическое и духовное здоровье Байдена. Возможно, идет подготовка общественного мнения к введению военной диктатуры в США, написал он. И вот в июне 2021 года ситуация повторилась. На этот раз в Молдове. Российский пропагандистский ресурс «Материк» обнародовал фрагменты открытого письма, написанного офицерами в отставке Республики Молдова и адресованного президенту государства Майе Санду под громким заголовком «Руки прочь от Молдовы». В документе офицеры выражают обеспокоенность острой социальной, экономической и внутриполитической ситуации в стране, которая, по их мнению, может привести к значительной дестабилизации ситуации. Авторы письма требуют от лидера Молдовы ответить на следующие вопросы. Когда послу США будут высказаны официальные претензии и нота протеста в связи с вмешательством в работу Службы информации и безопасности, Генеральной прокуратуры и Центральной избирательной комиссии? До каких пор президент Молдовы и ее единомышленники будут называть молдавский язык румынским? Когда в Молдове будет введен запрет партий унионистских направлений, чьи действия подрывают суверенитет Республики Молдова? Кроме этого, Майе Санду офицеры в отставке выражают упреки в получении ею румынского гражданства, нежелания решать вопросы восстановления ранее закрытых школ в районах, назначения на государственные должности лиц с фальсифицированными дипломами об образовании, использование Конституционного суда Молдовы как орудия борьбы против политических оппонентов и т.д. Авторы и подписанты письма отмечают, что ситуация в государстве ставит Молдову в зависимость от внешних сил, вносит раскол в молдавское общество и неизбежно приведет к открытому конфликту на улицах государства. Ультимативной форме офицеры в отставке требуют от Майе Санду прекратить ублажать так называемых западных кураторов и предоставить нужные ответы народу Молдовы, от имени которого решили говорить авторы письма. В документе указано, что письмо было утверждено на заседании Совета патриотического движения «Спасем Молдову», включает в себя офицера в отставке правоохранительных органов вооруженных формирований участников войны в Афганистане и поддержано патриотическим движением «Про Молдова», Молдавским историко-географическим обществом, Молдавской национально-культурной автономией города Санкт-Петербург и другими аналогичными обществами и движениями. Упомянутое письмо не получило такой широкой огласки, как письма, которые адресованы президентом Франции и США. И заинтересованность Кремля в дестабилизации ситуации в Молдове после избрания проевропейского президента Майи Санду не вызывает много вопросов. А почерк письма слишком похож на стиль исполнения писем французских и американских офицеров отставки. Не оставляет сомнений в том, что российские спецслужбы решили поиграть в грязные игры еще и на территории Молдовы. В какой еще стране Европы или мира офицеры в отставке под чутким руководством Кремля будут угрожать действующей власти развязать гражданскую войну? Этот вопрос остается открытым. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии.